Всем привет, вы на канале Роботуб. Плато Наска – самое удивительное место на южном побережье государства Перу. А если пролететь над этим местом на самолете, на поверхности земли можно заметить огромные геометрические фигуры. Они были нарисованы тысячи лет назад представителями культуры Наски. Но для чего именно, никому точно неизвестно. Когда-то давно огромные рисунки были хорошо различимы, но со временем очертания рисунков стали тусклыми. Поэтому ученым до сих пор не удается найти все существующие рисунки. Недавно на плато Наска планировалось построить смотровую площадку, но в ходе рассмотрения одного из холмов под разными углами строители нашли еще один рисунок. Он сделан в виде огромной кошки и, как и многие другие изображения, со временем потерял свои очертания. Но теперь рисунок восстановлен и ученым стали известны некоторые подробности. Представители народа Наски создавали огромные геоглифы, удаляя с поверхности плато гравий и обнажая более светлые породы. Толщина линий, из которых состоят очертания рисунков, в среднем равняется 30 сантиметрам. Изначально контуры были хорошо различимы, но со временем они начали тускнеть из-за разрушения горных пород. Если бы на плато Наска не решили построить смотровую площадку, мы бы вряд ли узнали, о существовании огромного рисунка в виде кошки. Животное нарисовано сбоку, но его голова смотрит в небо. Восстановив исчезающие контуры рисунка, ученые измерили его размеры и выяснили, что длина рисунка составляет целых 37 метров. Огромные изображения на Земле – это, конечно же, не египетские пирамиды, но все равно впечатляют. Сколько времени занимало создание настолько огромных картин, неизвестно, но древние люди явно обладали большим терпением и нацеленностью на результат. Впервые рисунки на плато Наска были обнаружены в 1939 году, причем открытие было сделано случайно, когда над Перу пролетал американский археолог Пол Косак. Впоследствии изучением древних изображений занялась немецкая исследовательница Мария Райха. В 1947 году она воспользовалась услугами военной авиации и стала первой, кто смог сфотографировать древние рисунки с высоты птичьего полета. По мнению Марии Райха, огромные рисунки на Земле были необходимы для представителей народа Наски для изучения космоса. Есть предположение, что геоглифы Наски – это самый большой в мире астрономический календарь. На нем якобы указаны различные астрономические события, но ученые до сих пор не могут их расшифровать. Возможно, древние люди таким образом пытались связаться с жителями других планет, но это им вряд ли бы удалось, потому что эти рисунки видны только самолетов, а с орбиты Земли члены экипажа Международной космической станции не могут их разглядеть без дополнительного оборудования.